Итак, дорогие друзья, всем привет, hello, guten Morgen, доброе утро, бонжур, а? Бонжур, значит ждем пока появятся первые слушатели и продолжаем изучать мудрость царя Соломона, в чем отличие мудрости царя Соломона от мудрости, например, восточных учителей, индийских в частности и так далее. То есть идея такая, что царь Соломон, он не говорит, растворись, уйди из этого мира, он не говорит, уйди в себя и поднимись на небо, там в медитации, он говорит, действуй в этом мире правильно и тебе будет хорошо и в этом мире, и в мире грядущем. То есть вот это вот разница, принципиальнейшая разница между подходом иудаизма и восточным подходом буддизма. Буддизм говорит, все это эвелевелим, то есть все это, ну то есть царь Соломон тоже говорит, что все это эвелевелим, да, то есть весь этот мир, он реально как эвел, как пар, как пар, то есть искусственное нас построение. Только Будда говорит, уйди из этого пара во внутреннее пространство, в духовное пространство и все, и отлично. Да, Елена Котин, доброе утро. Лидия Трифан, у нас новые, шалом, новые какие есть учащиеся, которые, мы все последователи царя Соломона. У нас ученики, вот спросят Тамару Зинченко, Тамара Зинченко, вот почему ты такая умная? Она скажет, а я вот царя Соломона учусь, то есть у меня вот, мы все как бы последователи мудрейшего из людей. Да, Алекс Поделка, все, шалом, шалом, Яков Шатадин, отлично. И вот это для начала я просто объяснил разницу между буддистским подходом и подходом иудаизма, что мы говорим так, что все это эвелевелим, но все это пар, но в этом пару есть действия, которые Бог сказал делать, и есть действия, которые Бог сказал не делать. И через делание этих действий или неделание этих действий, ты создаешь своей душе, это как одежды, заповеди как одежды для души, и ты создаешь себе самоосознание, то есть если буддизм, он стремится разрушить самоосознание, вообще убрать я, убрать границы я, то мы наоборот, мы ставим жесткие границы. Я это тот, кто выполняет заповеди Бога. То есть только тот я, который выполняет заповеди Бога, может соединиться с Богом. Как бы очевидно. Все. Значит, и как это делать? Вот мы сейчас, 19 глава, 8 отрывок, притчи царя Соломона, Мишли, это он через примеры объясняет вот эту вот великую мудрость, как она работает. Опять же, через примеры этого мира он объясняет, как работает вся система. И он нам сказал, «Конэ лев уэв навшо, тот, кто приобрел свое сердце, он, значит, любит свою душу». Вообще непонятно. «Кто приобрел свое сердце, любит свою душу, шумер твуна, тот, кто сохраняет логику, сохраняет логику, лемцотов, он найдет добро». Значит, что это значит? Тут опять надо разобраться в понятиях, что подразумевается под словом «лев» — сердце. Значит, сердце, по понятию мудрецов, это все мышление, которое происходит на автоматическом эмоционально-инстинктивном уровне. То есть в подсознании у человека, у каждого загружено огромное количество мыслей, картинок, воспоминаний, впечатлений, принципов, установок. Все это внутри находится, где-то оно загружено, человек это не осознает, не осознает. Есть сознание — это несколько мыслей, которые человек осознает, как входящий такой, да, телевизор. Вот оп, телевизор, я, значит, сознанием смотрю то, что я осознаю. Это одна-две мысли. В это время из подсознания врывается куча мыслей, в подсознании возникают желания, желания к тому, желания к тому. В подсознании как бы поднимаются какие-то негативные эмоции, гнев, там, страх и так далее. То есть это все сердце. Это все сердце, которое работает интуитивно и которое запрограммировано. Теперь тот, кто приобрел свое сердце, что значит приобрел свое сердце? Куней — это тот, кто приобрел, он хозяин. Хозяин своего сердца, тот, кто его взял под свой контроль, приобрел его. То есть он понял, что весь этот вот механизм, да, он как бы работает сам по себе, но когда ты осознал его работу, ты стал над ним. То есть ты приобрел этот механизм. Ты не внутри него, а ты над ним. И что значит он тогда получается? Тот, кто приобрел сердце, любит свою душу. Потому что в этом и заключается настоящая любовь к душе, чтобы не отпустить ее на поводу вот этого сердца автоматического и внешнего мира, который управляет сердцем. Мы в Шма-Исраэль каждое утро говорим И не идите за вашими сердцами, за вашими глазами. То есть нам каждое утро и каждый вечер два раза в день. Главная декларация, молитва Шма-Исраэль — это как бы установки. Мы говорим, не следуй за сердцем, не следуй за глазами. Ты не можешь жить на автомате и следовать за, куда глаза тебя поведут, туда идти. Ни в коем случае. А что тот, кто приобрел свое сердце, поставил себя под свой осознанный контроль, он любит по-настоящему свою душу. Тогда он всю работу своего сердца направит куда? На то, чтобы совершенствовать свою душу, потому что душа будет жить вечно, а все остальное не будет вечно. Понятно? А что такое Шумер-Твуна? И дальше нам объясняется, как это сделать. Тот, кто сохраняет логику, тот, кто найдет добро. Что это значит? Эмоциональное мышление вот это, оно абсолютно нелогичное. А, там, человек, например, ему дают, говорят, давай, иди в спортзал. Что говорят эмоции? Не, не хочу, не хочу, не хочу, да? Что говорит логика? Конечно, надо. Ты должен пойти в спортзал, потому что, когда ты пойдешь в спортзал, ты будешь здоровым, ты будешь хорошо выглядеть, у тебя будет много энергии. То есть, логика, она заставляет человека идти. Логика — это видеть вещь в вещи. То есть, видеть причинно-следственные связи и так далее. Как только человек включает логику, он ставит под контроль эмоциональное мышление. И тем самым он найдет добро. То есть, добро, оно не на поверхности лежит. Добро, оно обычно на втором шаде. То есть, когда ты съедаешь, например, какую-то вкусную булку, то на первом шаде у тебя вкусная булка, на втором шаде у тебя лишний килограмм веса, на третьем шаде у тебя ранняя смерть от ожирения, да? Или от атеросклероза. А по логике ты смотришь, ага, и ты смотришь на булку и видишь в ней все вот эти последствия. Понятно, да, идея? То есть, тот, кто сохраняет логику, не идет на поводу сердца. Тот, что найдет добро. Понятно. Он найдет добро. Добро надо искать. Добро, оно не валяется на поверхности. То есть, все, что хорошее в этом мире, за него надо бороться. То есть, это прям нам объяснено, интересно, в перте вот написано, что тот, кто... Абуреах, то есть, человек, который... Так, написано так. Авера цахаре митсва. Беги за заповедью. То есть, заповедь от тебя убегает, за ней надо бороться, да? И буреах минаавера. И убегай от преступления. Преступление за тобой гонится. Или мы в конце Мишли, в конце притчи, мы будем, 31 глава, говорить про то, как найти хорошую жену. Так, там написано так. Так, эшельхайль ми имца. Тот, кто ее найдет. То есть, все хорошее в этом мире надо искать, надо прилагать усилия. Понятно? Все, давайте еще раз. Восьмой отрывок звучит так. Тот, кто приобрел свое сердце, он любит по-настоящему свою душу. То есть, тот, кто взял под контроль свое эмоциональное мышление, вот он любит свою душу. И что? Тот, кто сохраняет логику, найдет добро. Очень такой, очень, знаешь, прямо с утра нам такой бах, мощнейший совет, крутейший. Теперь девятый отрывок. Девятый отрывок. Эд шкарим лойна кэ. Значит, свидетель, лжесвидетель не очистится. И тот, кто выдыхает лживое, он потеряется, потеряется, подимнет и исчезнет. Да, всем добрый день. Значит, здесь нам как бы рассказывается сама система, как работает мир вообще. Как работает мир. Вот смотрите. Оказывается, есть лжесвидетели. Кто такой лжесвидетель? Лжесвидетель это человек, который идет в суд, клянется на торе, там, перед Богом, клянется, что он говорит правду. Потом говорит про другого человека неправду. Прямо клянется в суде при человеке, при там судьях, при его адвокатах, при родственниках. То есть клянется, что он говорит правду. И по его свидетельству, так как если есть два таких свидетеля, они еще должны сговориться. Человека могут казнить, судить, забрать его имущество, ну и так далее. И что? Он не очистится. Написано, что первое, что мы из этого понимаем, что такое в мире есть. К сожалению, в мире есть зло. И вот все люди, которые становятся такими добрыми, хорошими и так далее, они при этом не должны быть лопухами. Не будьте лопухами, это факт. То есть, есть интересно, я когда-то запомнил, что Елель был такой великий мудрец, который пример такого доброжелательности, все. Так, по-моему, я от твоего имени слышал, точно не могу сказать, но вот по-моему от твоего имени, что нужно уважать каждого человека, да, как самого там великого, самого важного человека, при этом внутри нужно опасаться его, как самого большого преступника. Что это значит? Тогда ты не попадешь ни в одну плохую ситуацию, потому что ты предостерегаешься в своем отношении к нему. Но при этом относиться к нему ты не имеешь права так, потому что если ты относишься к нему как к преступнику, тогда он имеет все основания вести себя с тобой как преступник. Потому что ты его, если он не преступник, а ты его подозреваешь в том, что он преступник, то ты делаешь против него прям конкретное дело. Но, но, если я к нему, поэтому внешне и как бы по поведению я должен к нему относиться как к непреступнику, но как бы опасаться, то есть не попадать в ситуацию, где он может повести себя как преступник. Понятно, да? То есть это очень интересная такая вещь. Я когда-то читал статистику, тоже не знаю, это правда или нет, автор книги Дэн Кеннеди, он говорит так, что есть там, по-моему, до 5% патологически честных людей, которые ни при каких обстоятельствах не обманут, не украдут и так далее. Есть 5% патологически обманщиков, злодеев, которые будут воровать, даже если ты там все сделаешь для того, чтобы это остановить, то есть это его как бы основа. Есть 90% которые, если их поставить в ситуацию, при которой они могут украсть, они украдут. Если их поставить в ситуацию, когда это невозможно, они никогда не украдут. Поэтому тот, кто ставит людей в ситуацию, когда они могут украсть, то для них, он как бы, ну их на это провоцирует, да? То есть это очень такая интересная, ну это была такая у него мысль. Теперь здесь нам царь Соломон 3000 лет назад объясняет, что есть вот эти вот лжесвидетели, они есть. И они не очистятся, то есть то зло, которое человек делает, оно на него возвращается. Но он успевает сделать, часто очень много зла. Веофиа Гзавим Явэ. Тот, кто выдыхает Гзавим, Казав, это не совсем ложь, это то, что на втором шаде становится ложью. То есть то, что на первый взгляд выглядит как правда, но если глубже копнуть, это ложь. Например, что это такое? Например, когда человек говорит, что значит в будущем все будет прекрасно. Это что значит? Это Гзавим. Это слово все, оно показывает, что это не настоящее, да? Не может быть все прекрасно. И все не может быть плохо. Никогда слово не бывает верным, да? Потому что, как сказать, никогда. Или ты всегда. Или там, я не знаю, евреи святые. Ну, каждое слово, то есть, если мы глубже рассмотрим во многие выражения, то сень является, Казав, это лживая вещь, лживая, которая на первый взгляд выглядит как правда, но по сути она лживая внутри. Понятно, да? Теперь, как есть анекдот, когда один папа говорит сыну, сыно говорит. Вот я тебе хочу сказать одну очень важную вещь. На сто процентов, вот когда человек уверен в чем-то, на сто процентов, и он это утверждает, и он говорит, что это абсолютная правда, то он, скорее всего, дурак. Потому что, ну, нет вещей, которые будут абсолютной правдой, да? Сын спрашивает, папа, ты уверен? Он говорит, абсолютно точно. Абсолютно точно, да. Так вот это все Казавим. И тот, кто использует в мирописании, особенно речь идет, как бы это идет продолжение, что лжесвидетель, он выступает против Бога, получается, он не только от человека заслуживает, да? Он, как бы, клянется лжесвидетельству против Бога. И тот, кто Яфия Казавим, то есть тот, кто выдыхает рассуждения какие-то, ну, вот эти вот Казавим, это, ну, пустые такие, да? Вот, там вся философия, атеизмы, там, теория относительности, все, это все Казавим. То есть это все, это все не объективная реальность. И тот, кто ее выдыхает, грубо говоря, тот, кто ее, ну, не просто он внутри носит. То есть если человек говорит, я думаю, мне кажется, я слышал, я читал, сказал Дарвин, сказал тот, там, предположил Дарвин, даже точно вот сказать, да? Потому что это теория относительности, да? То есть если человек говорит такие вещи, то он хотя бы близок к истинному взгляду на мир, который говорит, как там Сократ или кто-то говорил, что я знаю, что я ничего не знаю. И чем больше я узнаю чего-то, тем больше я узнаю, что я ничего не знаю, да? Это взгляд, вот этот вот незнание такого, он, вот это не, как сказать, это не лживо, это факт. А когда человек утверждает что-то как факт, это уже становится лживо. И оно все потеряется, то есть оно все разрушится. Все вот эти вот комбинации, которые, ну, настроили люди философии, они все рушатся. Дальше. Десятый отрывок. Лона Велик Силь Таанук. Не прекрасно, не красиво, значит, Ксиль, как мы знаем, это грешник, который грешит, потому что он не может справиться со своими вожделениями, желаниями своего сердца. То есть он хочет получать удовольствие, и он, когда ему кто-то, что-то, тора, заповеди, Бог, человек, когда ему запрещают получать удовольствие, он не может. То есть он хочет получать удовольствие, например, люди, которые курят. Они знают, что это вредно, но они хотят получать удовольствие. То есть они, от курения получая удовольствие, они говорят, что, ну и что, что нельзя, ну и что, что написано. То есть они как бы интеллектуально пытаются каким-то образом объяснить, почему это им можно. Теперь это Ксиль. Ксиль это грешник, который не может справиться со своими вожделениями и желаниями. Теперь говорит нам царь Соломон. Ло на веле Ксиль таанук. Не прекрасно для вот этого грешника по вожделению наслаждение. То есть они, в принципе, они для него не прекрасны. То есть и курение для курильщика не прекрасно, и там разврат для развратника не прекрасен. Потому что это все, ну о чем это все, да, то есть он там поразвратничал, да, а потом что. И что потом? Какое ему от этого удовольствие, да, в жизни никакого. Разрушенные семьи, разрушенное здоровье, разрушенные отношения, там, ну вообще, и что, ничего. Это все по факту не прекрасно. Все вот эти вот наслаждения, которые, еда для обжоры, это для него наслаждение в момент, когда он проглатывает пищу, там, и засовывает ее в рот. Но после этого это уже не наслаждение, потому что если он ее обратно чуть, бля, сделает, уже видно, во что она превратилась, да. То есть уже сразу же на втором шаге все вот эти наслаждения, они не наслаждения, это обман. Такой самообман, секундное удовольствие, за которое потом приходится долго платить и расплачиваться. Значит, не прекрасно для вот этого Ксиля, для грешника этого наслаждения. Так же, и он приводит пример, на что это похоже. Так же, как раб, который властвует над царями, вельможами, так же, когда вот этот Ксиль, когда над ним властвует, то есть человек устроен как? По-настоящему человек это божественное произведение, да, то есть по образу Бога создал человека. Что значит по образу Бога? Значит, есть Бог, творец, хозяин мира, который присутствует в человеке в виде души. То есть как Бог наполняет весь мир, так же душа наполняет всего человека. То есть есть в человеке душа, божественная сущность, которая отличает его от всех животных, там, а так далее. То есть это вообще человек отличается от животных. Ну, то есть человек реально, у него есть айфон, он знает физику, математику, он создает фильмы, там, летает на Луну. Где вы видели, там, обезьяну, которая летает на Луну? Нигде. Человек, он, ну, реально развитее, чем все животные. Ну, а почему он развитый? В нем есть вот этот вот божественный луч душа. Ну, на что он его тратит? То есть если человек знает, что это божественный луч, то он тогда свое, как бы, свое присутствие в этом мире и свою жизнь, он тратит на что? На проявление вот этого божественного. Что это за проявление? Любовь, добро, чистота, ну, какое-то развитие, да, переход на следующий уровень, сознание, познание, там, ну, такая, знаете, гармоничная жизнь, которая... Гармоничная, да, когда человек занимается любимым делом, растет, развивается, тренируется, там, знаешь, это, это все божественное проявление. Развитие и, и помощь другим людям, добро. Теперь, но на что люди тратят свое, свое, свою жизнь и свой интеллект? Интеллект, это как компьютер, который обслуживает желание, намерение. То есть, если есть намерение у человека служить Богу, то его интеллект обслуживает это намерение и помогает ему найти какие-то заповеди, там, Тора и так далее. Если у человека намерение служить своему телу, да, то есть, там, служить своему органу, да, то он тогда целый день бегает и думает, как для этого органа найти, там, куда пристроиться, да? Или человек служит своему желудку, он целый день, получается, его интеллект, он целый день думает о том, чем пожрать, да, понятно. То есть, он сравнивает царь Соломон, что, что вот эти вот, когда ксиль, грешник, грешник по вожделениям, когда он все устремляется к этим вожделениям, то вот эти вожделения, они-то для него непрекрасны. Потому что секунда после вожделения, любое вот это вот вожделение превращается в ничто, в, ну, все, оно распадается, в гниль. Теперь, и это похоже на то, как рабы служат, служат министрам, да, людям, то есть, наоборот, наоборот, когда министры служат рабам, то есть, тут такой раб, и тут вдруг бах, и он начинает командовать, управлять и так далее. То же самое, когда в человеке берет власть его тело, его животные, его инстинкты, и они, как бы, становятся главнее, чем душа. Это как если бы рабы начали властвовать над господами. Надо понимать, что в то время рабы это были просто, ну, такие полуобезьяны, а вельможи это были, ну, сарим, министры, которые были высоко такие образованные духовные люди. И когда вот эти варвары захватывают вот этих неварваров, да, ну, то есть, получается разруха. То же самое с человеком, когда у него захватывают его инстинкты, его желания, его низменные разные вот эти вот устремления, захватывают власть над его интеллектом, телом и жизнью, то это, конечно, ужасно, говорит нам царь Соломон. И на этом мы заканчиваем сегодняшний урок, значит, потому что, да, вот дальше нам в следующем отрывке будет рассказано, что делать. Но это будет завтра. С Божьей помощью будет завтра. Давайте теперь подведем итог. Значит, итог можно подвести следующий. Что первое, самое главное для человека, это приобрести власть над своим сердцем. То есть, не чтобы твои эмоции, не чтобы твое тело, да, не чтобы твои желания случайные колбасили тебя и водили тебя по жизни, а чтобы разум, интеллект, всадник, вот этот вот лошадь, да, интеллект, он, он чтобы управлял. И для этого нужно все время включать логику, причинно-следственные связи. Если я сделаю так, что будет на втором шаде? Что будет на втором шаде? И когда включена логика, значит, это совсем другое. Второе, надо знать, что есть злодеи и что они в основном врут. И нужно уметь разобраться с ложью вокруг. Третье, третье, это то, что идти за своими вожделениями, это как, ну, то есть, это вообще не уровень, да. Уровень, это когда душа, интеллект управляют телом. Все, мои три вывода вы знаете. Сделайте, пожалуйста, свои три вывода. Обязательно сделайте три вывода, поделитесь своими выводами. Пусть эти выводы ведут вас по жизни. Вот это вот выводы, что ввели. Все, удачи, успехов, значит, и до завтра. Завтра с Божьей помощью встречаемся в 10.00. До встречи. О, Талия Рафальская, молодец. Усмиряем сердце, тренируем логику. Все, пока, удачи, успехов.